Конечно же, если вы скажете bank, вы не сделаете никакую ошибку, потому что артикль неопределенная e относится к имени существительному bank. Перевод такой, один банк или какой-то банк. Но если вы встретитесь с словосочетанием a bank manager, которое переводится как банковский менеджер, то слово bank уже берет на себя роль не существительного, а прилагательного. Запомните, что в английском языке два существительных друг за другом не идут. И уж если вам встретилась такая связка, которая состоит из двух существительных, то, скорее всего, первое существительное возьмет на себя роль прилагательного. Почему это важно? Вот TOEFL с вами по шуте таким образом. Поставить существительное managers во множественном числе, а вы можете даже и не заметить, что артикль e относится вовсе не к слову bank, а к слову managers. Следовательно, здесь есть ошибка, потому что неопределенный артикль e в буквальном смысле обозначает один, а существительное managers во множественном числе. Почему вы это можете не заметить? Потому что вы по ошибке можете соотнести неопределенный артикль не с правильным существительным менеджерскому, к которому он на самом деле относится, а к вот такому ложному существительному, который по факту является прилагательным. A bank manager, банковский manager. Перед вами табличка возможных словосочетаний, в которых два существительных стоят в связке, причем таким образом, что первое существительное становится прилагательным. A tennis ball переводится не как теннис и мяч, а как теннисный мяч. A car accident переводится не как машина, авария, а как автомобильная авария. A television program – это не телевизор и программа, а телевизионная программа. Language problem – это не язык и проблема, а языковая проблема. Garden vegetables – садовые овощи. Bicycle lane – дорожка для велосипедов, велосипедная дорожка. Ваша задача – выучить эту табличку, перепишите ее себе в тетради, запомните, потому что это будет вашим первым шагом в распознавании ложных существительных, которые на самом деле являются прилагательными. И, конечно же, будьте внимательны. Если у вас встречаются такие словосочетания, не позволяйте, чтобы артикль S относился с множественным числом последнего имени существительного. Никаких теннис болс недопустимо, никаких bank managers, нельзя говорить a car accident. Либо вы убираете артикль E и ставите окончание S после каждого второго существительного. Либо вы убираете окончание S после каждого второго существительного и оставляете неопределенный артикль E. Субтитры создавал DimaTorzok